Оренбург на несколько дней стал научной столицей России. Здесь прошла шестая международная конференция, посвященная реформам 19 века. Ученые из нашей страны, а также ближнего зарубежья, встретились, чтобы обсудить последствия этих перемен. И в очередной раз ведущие умы России пришли к выводу, что история повторяется. Тему продолжит Юлия Молостова. Все флаги в гости к нам. Именитые ученые из 15 городов России, Украины и Казахстана, учителя истории и общества знаний Оренбургской области, а также студенты исторического факультета педагогического университета. Один из главных организаторов встречи – региональное министерство образования. Тема реформ для России вечна. Оглянувшись на десятилетия назад, можно понять, какие преобразования действительно изменили судьбу страны. Я думаю, что та главная реформа отмены крепостного права, о которой мы сегодня будем говорить, это одно из лучших деяний российской государственности за всю историю нашей страны. Это для нас безусловная образец. В середине 19 века поражение в Крымской войне показало всему обществу, что блестящий фасад империи скрывает военно-техническое отставание, хозяйственный застой, ветхость системы. Страна явно нуждалась в модернизации. Александр II, прозванный в народе освободителем, пошел на беспрецедентный шаг. Крепостничество не стало. За крестьянской реформой последовали земская, судебная, военная, университетская, финансовая. Многие из преобразований были не до конца проработанными. Начав 20 век с нерешенным аграрным вопросом, мы вступаем в 21 век вновь с нерешенным аграрным вопросом. Вновь с нерешенным. Но он не перевернет историю России, поскольку христианство составляет сельское население 25%. Перевернуть может и не перевернет. Но зачем испытывать судьбу? По предложению Дмитрия Медведева, 2012 год предполагается назвать годом русской истории. Известно, что обращение к опыту прошлого помогает лучше понять настоящее, а значит избежать ошибок в будущем.